А не попробовать ли мне записать АСМР? За одной протесте. Микровончик, который на мне. Ну как бы у меня сейчас планшетик монтирует. Пустые люди, блин, как это мой уход. Я дико хочу спать. Я ей все пересилила. Я сначала хотела записать, потом домой завтра. Потом мои соседи решили чё-то там шарахаться. Мне ещё говорят, соседки с третьего этажа, который я поспасывал, разбил мои яблони. Мешают дети. А ещё мешают яблони. Я думаю, вы мне тоже мешаете. Но я ничего плохого вам не делаю. Я их попросила потише. Но вряд ли они меня услышали. Но стало тихо. Я купила себе пленку на телефон. Она давно лежала в закладках. Стало 158 рублей. Я её купила. Все артикулы я оставлю в инфобоксе и закреплённом комментарии. Может быть кому-то это будет интересно, если кто-то это оселит до конца, мурашку, но не уснёт. А я и без мурашек засыпаю. Я её потом накрою. Я её потом накрою. Я её потом накрою. Они помогут мне бороться с бессонницей, хорошо реагировать на раздражающие элементы в комментариях и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Ну и как бы я что-то лазила по Вайперс, увидела вот эти витамины и поняла, что в наборе они дешевле, чем по отдельности. Это Ризинг Стар. Высокая абсорбация магний, цитрат по 3 штучки в сутки, утром, обед и вечером. Магний. Я, в принципе, одно время лопала магний, так что витамины у меня надо воду. Тут на целый месяц применение 19-90 штук, как раз по 3 штучки в день. Знаете, какие слоны. Я уже сгорячила сегодня за ужином. Кстати, благодаря хлорели из Бирулини от какой-то там фирмы за 204 рубля 120 каптук, которые можно есть по 1-2 штуки в день, либо ковья по 4-6 штук, потому что я уже привыкла есть по 4-6 штук от другой фирмы. Они, правда, побольше были у Веганова, чем у той фирмы, у которой поменьше я забыла про станцевание фирмы. Так вот, я благодаря им уже, как бы понимаю, плавлю себя на мысли, что меньше раз за день ем. Может быть, потому что мне спать лучше за последние недели-две. Может, еще почему-то это не специально. Ну, в смысле, это... Ну да, это случайное зимуло. И тут еще второй. Витамин D3. У меня витамин D3 как-то был весной от аптеки Апрель. Я что-то тогда его ела. Тогда, по-моему, капсулы побольше были. Тут базовые капсулы. Их всего 180 штук. В общем, на 180. Короче, на полгода хватит. Там до трех месяцев можно лопать, потом делать перерыв, потом снова лопать. Они такие малюсенькие. Похожие на рыбешечки. Ну, или еще на какие-то капсулы такие бывают у витаминки. Я думаю, как масляные. Масляные шарики. Одну я схомячу. Другую уже за другую. Понятно, пареточка скрипит. Возможно, ее тоже слышно. Я заказала себе матчу. Она долго лежала у меня в закладках. Сейчас я чучки протру, а то что там грязные. Повтыкайте на меня пока без очков. Ну, короче говоря, матчу. Она типа японская. И у нее очебятка на прайс в отстве. Она якобы от ноября 2011 года. Но если бы она была такая, то она была бы уже очень серо-бело-зеленая. Была у меня просто однажды матья с Алика, с Алиэкспресс. Я про нее забыла. Я ее использовала в том, как филка с металлургии. Вот это моя лучшая работа дополняла. И когда я про нее вспомнила и открыла, она уже была такая серо-зеленая. Как у зеленого цвета добавили серый, добавили еще белый. Вот что такое. Так вот, я думаю, если бы она была на 12 лет просроченная, все-таки что-то грязное на очках, надо ей помыть позже. Вот на этой линзе, что-то такое грязное, то она была бы намного другого цвета. Вот она такая зеленая. Так вот, там у нее отчимпиарка. Она якобы с ноября 2021 года, 15 месяцев у нее срок годности. Я написала в отцове на вайперес. Но у меня внезапно стали удалять в отцове на вайперес. Под предлогом якобы исключен из рейтинга, потому что он якобы проплаченный. Я думаю, блин, когда у вас висит отзыв с какой-то левой сержанной картинкой, где написано, типа того, что деньги за отзывы. И ссылка туда-то. Или наоборот, я купила и распаковала, но еще не пробовала. Не знаю, что это 5 звезд. Но она у вас висит нормально. Так вот, я оставила там отзывы. Не знаю, вышедет этот отзыв или нет. По их информации, она должна быть просрочена на год. Но более-менее такая зеленая по запаху. Она напоминает зеленый, хороший китайский чай по вкусу. Она тоже такая горькая. Я ее пока не заваривала. Заварю завтра. Я хотела ее заварить, но у меня такое ощущение, что мое молоко не выдержит с холодного в горячее и станет кефиром. Так как у меня вот так получилось, что вовремя не скипятила. Ну, что-то я его не скипятила. И соответственно, гуси молоко, оно у меня скорее всего уже по вкусу просто холодное пить нормально. А если подоглить, то скорее всего она скистится. Поэтому или покупать отдельно молоко, или попробовать ее без молока. Ведь у меня она была японская матья. Со сроком полностью 2 месяца там. И она уже была такая не настолько зеленая, как должна быть. Сосона Йена Йен. Дорогущая. 400 с чем-то рублей. Чли не высотой близ от 30 грамм. Но она по вкусу. Без молока ее вполне можно было пить. Она реально такая хорошая матья была. Не знаю, как вот это будет. Хотя, я думаю, сейчас запишу. Мне начинают немножко хотеть. Не то, чтобы хотеться. Я себе, наверное, попила бы чай. Не знаю, можно ли ее сейчас попить. Тоцука на меня взбодрит. В общем, вот такая зеленая. Эти громкие соседи очень громко орут. Я не знаю, будет ли слышно их мой микрофон. Который меня вот накрутить на халатике. Короче, она 200 с чем-то там рублей стоила за 35 грамм. Смотрите, какая прикольная палочка. Мне кажется, что я в основе купилась палочка вниз. Не из-за того, что это тайм. Тайм матья. Тайм мать, точнее. Время матья. А называлось время матья. Ну, матья 100%. Правда, тут написано пара матья. То бишь матья чая. Мне вот всегда хочется что-то... Слушайте, наверное, на меня мало не действует. Мне уже не хочется ноги ударить. Хотя я не умею с ноги бить. Ну, короче, мне уже не хочется толпару человека, который пишет... Японская... Ну, типа японский чай. По аромансе. Но они, правда, закупают этим и порошок в Японии. Пахуют уже где-то в России. Но была пакетики. Еще пакетики. В пупырочке. И вот это вот. Ой. Мне кажется, вы должны хотеть спать уже только от того, что я второй раз зеваю. Сейчас будет что-то с озоном. Пакетики. Вообще, у меня были какие-то баллы. У этого магазина. Я не помню, что у них покупала. Но я что-то в другую сделала. Я думаю, что у них там не баллы вроде как заканчиваются срок жизни. И смотрю, у них дуршлагички. Дуршлаг. Удобнее называть. Ну, правильно, это дуршлаг. В общем, дуршлагички. 280 рублей. Короче говоря, за две штуки. Но у меня там 30 или 40 баллов было. Я не знаю. Оно мне чуть дешевле что-то. А мне чуть меньше, чем я думала. Хотя написано 20 сантиметров. Но это так и есть. Но вот мне не хватало чего-то такого, чтобы положить те же помидорки, помыть или там еще что-то. Короче, что тут нет. Это Орл. Орсенс. Набор дуршлагов. Удобные, практичные, компактные. Не деформируются. Не вытеряют вредные вещества. Можно быть посудомоечной машине. Еще производитель говорил, что их можно использовать. Допустим, заварили макароны. Прямо вот эти горячие макароны с горячей водой на свои качества. И оно не деформируется. Я, правда, макароны не варю. Макаронная машина у меня стоит без дела. У меня что-то других не доходит. Но мало ли чего. Макаронная машина. Размер 26, но 22 и 12. Эти соседи сверху так орут. Я слышу. Уживляет шум миша. А как их слышат те, которые у них пасывают по застенкам? Уживляет шум миша. Ой, я задела микрофончик. Зелененьким тушил очком. Теперь пойдут семян. Я просто когда брала их рукой подумала, что они такие АСМРные. Ты, наверное, с зрителя бегаешь. Зачем мне? Ладно, килограмм или равно нагрена тебе, Лёля Килограмович, семян чёрного админа за 490 рублей за сон. Ну, возможно, потом узнаешь. А может быть, ты уже догадываешься. Если догадываешься, дай снять в комменты. Прям подушечка из льна. Целый килограмм и льна. Сделанный 31 октября 2023 года, 1000 грамм. Урожай 2023 года, срок 12 месяцев, состав семена и льна хранит от 0 до 25 градусов. Forever Greenstein, собака.com.au. Это тот, кто вот этот продаёт. Сколько тут жирков? 42.2,1 грамма на 100 грамм шелков, белков, углеводов, сахара 0 грамма. Начнём вас снова с любовью к Гринам. Forever Green. Последнее. Ну, такой небольшой АСМР. У меня ещё тут распаковка. Ну, мне кажется, я не осилю эту распаковку. Я паку её завтра уточкам. А потом, то, что есть в распаковке. Одно из вещей из распаковки. Потом попушу на камеру. С вами. И с нашёл, что можно купить. Я расскажу, что надо. Навязь латинскими буквами немножко. Никела 100% Дмин. Все даны. 10 сентября 2023 года. Созданная. 24 месяца срок годности. Обалдеть. Ой, у меня же ещё одна фигурина есть. Я про неё совсем забыла. Я её сейчас покажу тоже. Руками пакет не порвётся. И последнее. Та-да! Целый литр жидкости за снятие лака. Чуть меньше, чем 300 рублей свадьбе из... Амила. Хармония, совершенство. Без ацетонных жидкостей для снятия макинкюрного лака. 1000 мл. Серия вдохновения. Профессионал. Она хорошая. Реально. У меня был лечебный лак на ногтях. Некоторые даже вот в два злоя так нанесём. Но с одного раза всё хорошо удалил. Я её, да, уже вскрывала, получается. В сентябре 2023 года сделано 24 месяца. Живёт. Шидкость для снятия лака. Лакуна без ацетона. Косметическая компания СКМСКМ. Мягко и эффективно удаляет лак с ногтей. Подходит для всех типов натуральных и сгруппенных ногтей. Ватным тампоном нанести небольшое количество жидкости на очищаемую поверхность. Ногтя и удалить старый лак. Пла-пла-пла. Берячая огня. Сделано в Московской области, город Реутов. Улица Транспортная, дом 8. Можете сходить в гости. Там хороший такой дозатор. Но я не буду переворачивать. А то вдруг всё вылится. И оно пахнет вот как LaFresh из магнита. Которая якобы тоже типа без ацетона. Точно так же. Может быть, или с одной пушкой разливается. Кстати, у меня на губах не смазывается, не стирается, не покинет вас помада кремовая, сыткая, а как это? Матовая. Это мискап. За 400,000 рублей своя пересадка. Да, я начинаю ходить есть. Третий раз сзади. Сейчас, наверное, даем свой порошок. Сравмаз вам. От кедрового ореха. Смесью семян. Коситый ворошок. Даже без всякого мёда или чего-то сладкого. Короче, вот такой обзор. У меня СМР-ный. В моих покупках САЗОН и Вайберис. Артикулы будут в инфобоксе и закреплённом комментарии. Если вы словили мурашку, то круто. Если не словили, значит плохо ловили. Если вам понравился формат такого видео и нормально было слышно, потому что микрофончик, ну вот сейчас тестирую чисто этот микрофончик, именно как СМР. Это диджайрский микрофончик. То просто дайте знать комменты. Ну и всем спасибо. Если хотите поддержать канал, можете это сделать. Более-то облачко. Ну и всем пока. Продолжение следует.